Здравствуйте! В эфире программа «Простые вопросы». И сегодня на них отвечает заместитель руководителя Мордовии Стата Николай Залогов. Здравствуйте, Николай Александрович! Мы с вами встречаемся в преддверии Большой Всероссийской переписи, которая пройдет в 2020 году, в октябре традиционно. Вот скажите, пожалуйста, цели, главные цели переписи этого года? Ну, что хочется сказать, что перепись предыдущей проходила в 2010 году. Прошло достаточно много лет, и в соответствии с законом Всероссийской переписи населения, с 2002 года, значит, каждые 10 лет необходимо проводить перепись населения. Почему? В чем необходимость? Ну, самое главное, что происходит за 10 лет. Изменяется полувозрастной состав, изменяется уровень образования населения, происходят кардинальные изменения структуры и численности населения. И, соответственно, для того, чтобы правильно прогнозировать социально-экономические процессы в Российской Федерации, в Республике Мордовии, необходимо обновлять данные о населении, которые можно получить только в результате переписи. Поэтому каждые 10 лет Российская Федерация в настоящее время, в соответствии с законодательством, проводит перепись населения. Такой еще момент, что после переписи 2002 года было принято решение, что следующие переписи будут проходить уже в год, который оканчивается на ноль. Это с чем связано? Ну, конечно, это связано в первую очередь с тем, что принята конвенция ООН о том, что каждые 10 лет необходимо проводить перепись. И, соответственно, перепись по закону проходит не реже, чем один раз в 10 лет. Предыдущая перепись проходила в 2010 году, соответственно, следующая перепись в 2020 году. Но я хочу сказать, что не только Российская Федерация проводит перепись. Вы знаете, что перепись проходила в 2019 году в Республике Беларусь. В 2020 году во многих странах проходит перепись. В Китае проходила перепись. Поэтому перепись – это событие, которое связывает многие страны именно к определенной дате, к оценке населения, ну, на определенную дату, 2019-2020 год. И оценка эта близкая. Поэтому вот перепись в Российской Федерации принято провести в 2020 году. Николай Александрович, Росстат уже сообщил, что в предстоящей переписи будут применяться новые цифровые технологии. О каких технологиях идет речь? Ну, в Российской Федерации впервые проходит цифровая перепись населения. Чем она отличается от традиционной формы? Значит, все традиционные формы будут применяться в переписи 2020 года. Однако будет предоставлено гражданам Российской Федерации и всем гражданам, находящимся на территории Российской Федерации, не гражданам Российской Федерации, других стран, либо лицам безгражданства. Возможность, если они зарегистрированы на портале государственных услуг, пройти перепись посредством интернет-переписи, воспользовавшись порталом госуслуг, и возможностью пройти перепись на портале госуслуг. Ну вот, например, я захотела пройти перепись и заполнила определенную анкету на портале госуслуг. Ко мне уже волонтеры или ваши сотрудники домой не придут? Это как-то будет учитываться или все-таки будет дублироваться и на сайте через интернет, и я уже лично, опять же, пообщаюсь с вашими коллегами? Ну, сегодня этот момент изучается в рамках пробной переписи 2018 года, где в Российской Федерации проводилась в девяти регионах перепись пробная посредством портала госуслуг и выборочно-традиционными формами на всей остальной территории Российской Федерации, в том числе и в Республике Мордовия, проводилась пробная интернет-перепись, она прошла в 2018 году. По результатам ее более 7 тысяч человек приняли участие. Соответственно, после прохождения переписи на портале госуслуг они получили код подтверждения. И, соответственно, этот код подтверждения, который вы получите в 2020 году, воспользовавшись услугой интернет-перепись, будет проверен переписчиком. Для чего это делается? Для того, чтобы определить все-таки, все ли члены домохозяйства переписаны по данному адресу. Любой гражданин, проживающий по данному адресу, входящий в состав домохозяйства, может переписать всех членов своего домохозяйства или другого домохозяйства по этому адресу, имея стандартную учетную запись на портале госуслуг. Соответственно, переписчик должен убедиться, всех ли человек, который принял участие в интернет-переписи, охватил перепись. Возможно, у него нет достаточной информации о других членах домохозяйства, он какие-то разделы не заполнил. И тогда переписчик, соответственно, получив коды подтверждений, проверит, вся ли информация заполнена. Это, соответственно, сократит время контакта переписчика с респондентом, ну и повысит качество информации, так как переписчик будет пользоваться напрямую данными уже заполненных анкет. А еще как применение этих цифровых технологий отразится на результатах переписи? В соответствии с постановлением правительства, мы уже получим первые итоги данных по результатам переписи в феврале 2021 года. До этого, проводя переписи традиционными способами, обработка данных переписи растягивалась на 3-5 лет. Сегодня это завершится до 3 лет, а первые итоги мы получим уже в первые полугодия после проведения переписи. Цифровая перепись первая, да, мы это подчеркиваем. Все сведения будут занесены в цифровую базу данных. Мы все знаем, как базы данных могут стать достоянием общественности, что еще хуже, достоянием мошенников. Вот как прорабатывается вопрос конфиденциальности, насколько мы можем быть уверенными, что наши данные личные, их там будет очень много, не станут общеизвестными? Ну, что он хочет сказать. Во-первых, в процессе сбора информации переписчик, кроме домохозяйства, адреса домохозяйства, не обладает данными персональными о человеке. То есть не планируется получение фамилии, имя, отчества. То есть определяется пол, возраст и, соответственно, адрес проживания. То есть данные фактически не персонифицируются. Однако, конечно, в процессе получения... В досуслугах-то все равно персонифицированы. Персонифицированы. Но эти данные затираются. То есть они, соответственно, не поступают в дальнейшую обработку. Они исчезают после того, как человек заполнил анкету. И эти данные персональные, соответственно, не будут привязаны к анкетному листу. Анкетный лист попадет в общий массив обработки. И, соответственно, из него будут взяты только те данные, которые необходимы для определения полувзрастного состава и других характеристик переписи. Какие вопросы будут задавать переписчики в эту компанию? И какие вопросы новые появятся? Но традиционно перепись определяет те уровни образования, национального состава, жилищно-коммунальных условий проживания граждан. Те данные, которые невозможно получить в процессе обычного статистического учета. По сравнению с переписью 2010 года, конечно, добавляются вопросы и уточняются вопросы. Это касается, в первую очередь, миграционных процессов. То есть добавляются вопросы о том, каким образом гражданин логистически добирается до своего места работы. Это сделано для того, чтобы правильно выстроить логистику в будущем транспортной доступности для граждан рабочих мест, потому что мобильность населения возрастает. Соответственно, добавляется у нас вопрос о языках. Если раньше у нас задавался вопрос, владеете ли вы языком, русским языком, и владеете ли вы другими языками, то добавляется сегодня вопрос, каким языком вы еще пользуетесь в быту. То есть, соответственно, если у вас родной язык, отличный от русского языка, или дополнительно есть родной язык, то, соответственно, используете ли его в быту, для того, чтобы выстроить правильно и грамотно национальную политику и поддержку национально-культурных автономий. А может ли человек отказаться отвечать на какие-то вопросы? Пусть не на все, но выборочные, связанные с какими-то его внутренними размышлениями, убеждениями, причинами? Ну, конечно, в соответствии с законом Всероссийской переписи населения, это гражданская обязанность каждого человека, гражданина Российской Федерации, пройти перепись и достоверно, полно ответить на те вопросы, которые задает ему переписчик, либо через портал Госуслуг задает ему анкеты. Конечно, заставить мы его ответить не можем. Информацию мы не проверяем. То есть информация собирается со слов респондента. Но надо иметь в виду, что недостоверность или неполнота информации в будущем может повлиять на планирование социально-экономических процессов в той части, в которой касается социально-экономического развития, условно, муниципалитета, двора, города, республики. Конечно, желательно ответить полно и достоверно. При том, что конкретных вопросов там не задается, касающихся доходов гражданина, касающихся места его работы, а задаются вопросы общего характера, которые скрывать, на мой взгляд, не имеет смысла. Я находила информацию, что все-таки будет звучать такой вопрос, имеете ли вы дополнительные заработки, какие, понятно, что нигде. И как раз там указывалось, что может гражданин и не отвечать на этот вопрос, но он будет, да? Значит, конкретизации заработка нет. То есть нет ни суммы заработка, есть источники доходов. Основной источник доходов и дополнительный источник доходов. Ну, условно, человек имеет два места работы. Соответственно, он имеет два источника дохода. Это заработная плата и, возможно, доход от предпринимательской какой-то деятельности. Но это только мы говорим об источниках доходов. Социальные выплаты либо заработные платы. То есть здесь не идет речь о конкретном источнике дохода, конкретно для этого человека. То есть о категории доходов. Поэтому я думаю, что это не возникнет каких-то проблем в ответ. Итак, такие итоги. Перепись состоится в октябре 2020 года. Но сейчас уже началась активная к ней подготовка. Вот что делается сегодня в нашем регионе. Ну, в процессе подготовки переписи в 2019 году проведена большая работа. Во-первых, создана республиканская комиссия по проведению переписи. Она во всех муниципальных районах также создана комиссия. Для того, чтобы провести перепись, необходимо провести большую организаторскую работу. Во-первых, необходимо уточнить адресные хозяйства. Сегодня адресные хозяйства используются жителями достаточно активно. Также проходили значительные события у нас в республике Мордовия, которые повлияли на облик города. Изменился облик города, появились новые жилые помещения, снесен старый жилой фонд. Много сделано по сокращению аварийного фонда. И если сказать на цифрах, то поработали у нас в течение 2019 года 319 регистраторов. Они обошли все адресные хозяйства республики Мордовия во всех муниципальных районах. Добавлено 2660 строений, исключенные из базы данных 2010 года 9468 строений по 683 адресам. Адреса уточнены строений. И в пределах данной информации в 2020 году будет создан организационный план, на основании которого будет у нас принято 1693 переписчика. И, соответственно, организованы 242 стационарных участка для проведения переписи населения в традиционной форме. А приглашаете ли вы к сотрудничеству волонтеров? И, может быть, они уже определены, те, кто будут с вами работать на переписи? Да, Росстатом с Роспатриотцентром заключен соглашение в Сочи на форме волонтеров об участии волонтеров в переписи. И порядка 20 тысяч волонтеров Российской Федерации должны принять участие в переписи. Мы также планируем активно принять участие волонтеров при проведении переписи 2020 года. У нас будет заключено соглашение с Мордовским государственным университетом, с Мордовским государственным педагогическим институтом, с другими высшими учебными заведениями, где основная часть волонтеров находится. Волонтеры – это все-таки молодые люди от 16 до 25 лет. Хотя есть и серебряные волонтеры, они у нас тоже есть в Республике Мордов. Они уже активно заявили о своей готовности участвовать в качестве переписчиков. Сегодня мы этот вопрос прорабатываем. Волонтеры будут заниматься информационно-разъяснительной работой, приглашать для проведения переписи население, помогать населению, возможно, в качестве консультанта при проведении переписи в МФЦ и на сайте Госуслуг. Я благодарю вас за встречу, за разговор. И по традиции мы просим сказать слова пожелания нашим телезрителям. Я хотел бы пожелать всем гражданам Республики Мордовии здоровья и активно участвуйте в переписи. Перепись – это источник информации, который позволит нам в будущем создать качественную и эффективную жизнь в Республике. Спасибо вам. Всего доброго. И я еще раз хочу напомнить, что у нас на простые вопросы отвечал заместитель руководителя Мордовии стата Николай Залогов. Всего доброго и до встречи в эфире 10 канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова